В администрации городского округа Красногорск состоялся круглый стол по внедрению сортировки отходов. На встречу пригласили представителей Министерства экологии Московской области, движения за раздельный сбор мусора и управляющих компаний и ТСЖ. Главная цель – нивелировать недоверие к экологической инициативе, которая уже завтра станет требованием. «Это обязательно, раздельный сбор будет, это будет 100%, но мы от этого никогда не денемся. И рано или поздно начнутся какие-нибудь штрафные санкции за то, что его нет. Давайте мы просто заранее, до того, как это все началось, поработаем над этим, введем его. Так это же хорошо. Что плохого в том, что мы являемся инициаторами, что плохого в том, чтобы на уровне муниципалитета это организовать». Главное, что отталкивает коммунальщиков, как показало обсуждение, это возможные траты при условиях и без того высоких цен на услуги ЖКХ. Вопрос, по мнению представителей ТСЖ и управляющих компаний, должен решаться на областном уровне. А именно на местах ждут единого регионального оператора с едиными ценами. «Вот тут слагаемые успеха. Я надеюсь, что я ничего не забыла. Единственное, что они достаточно емкие. Например, правильные контейнеры. То есть, если будет стоять контейнер с открытой крышкой, люди будут кидать туда смешанный мусор». «Просвещение населения. Надежная выводящая компания». Процесс внедрения повсеместного раздельного сбора сегодня движется и сверху. Разрабатываются законы. Но и на местах уже необходимо готовить инфраструктуру. Тем более, что введением сортировки на первом этапе сбора мусора по деньгам коммунальщики должны только выиграть. За примером ходить далеко не пришлось. ТСЖ «Новая Палиха» с 2015 года обслуживаются специальные контейнеры. Не только экологии ради, экономии для. С 40 тысяч рублей до 13 тысяч в месяц сократились расходы на вывоз отходов. 8,5 тысяч – заработок, который идет на нужды ТСЖ. «У нас получилось. Первым делом мы стали обустраивать контейнерную площадку. ТСЖ выделила денежные средства. Мы купили пластиковые кубовые контейнеры. Значит, это пластик, стекло, алюминий и макулатура. Пластиковые, красивые этикетки. Сразу сдали объявление жителям, что мы собираем в торсырье отдельно, и стали проводить акции прямо на контейнерной площадке». Еще один успешный пример в Новонекольском. Управляющая компания в качестве эксперимента установила контейнеры для раздельного сбора. Жилфонд очень разный, территория не огорожена, но трудностей нет. «Контейнеры небольшие, они не занимают много места на общей контейнерной площадке. То есть мы ничем не пожертвовали, ничего не потеряли. Попробовали эксперимент на одном микрорайоне, на котором стоят три дома, четыре контейнерных площадки. После установки вот этого блока для разбора отдельного мусора, в среднем на каждой контейнерной площадке у меня стало увозиться ежедневно меньше на один кубометр. То есть на один контейнер ровно. Вот вам простая ирхметика». Также в ходе круглого стола была представлена компания, готовая вывозить отходы, годные для переработки из Красногорска на приемлемых условиях. Важным советом стала рекомендация вести информационную работу с жителями, вешать листовки на стенды и проводить экологические праздники, а также раскрывать источники расходов и доходов по сортировке мусора.